Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня у нас новое видео на проекте Amazon Replay. Сегодня, пацаны, будет просто очень интересное видео, эксклюзив, поэтому посмотрите видео от начала до конца, и давайте постараемся на этом ролике набрать 300 лайков, потому что такого, пацаны, ещё не снимал. Я буду лично магнуме работать сейчас на пятом чипе, я думаю, такого никто не снимал, поэтому за это, я думаю, точно нужно поставить лайк и подписаться на канал. Также, в первую очередь, я хотел бы сказать большое спасибо такому человеку, как Кирилл Литвин, это, получается, основатель данного проекта на данный момент, и он мне помог в съёмке этого видео. Как он мне помог? Он мне просто выдал пятый чип на магнум, понимаете? Пятый чип, которого нету ни у кого, абсолютно. Сейчас я вам это всё покажу, если что, видео не кликбейт, как бы, всё правда. Вот, можете сами посмотреть, стейдж 5, пацаны, стоит. На мой магнуме стоял стейдж 3, но я для видео попросил поставить на мой магнум, на мой личный магнум стейдж 5, поэтому видео будет максимально интересное. Мы поработаем час, посмотрим, сколько мы за час заработаем. Деньги, которые я заработаю, я отправлю в дроп, потому что на данный момент у меня есть преимущество перед игроками, перед другими дальнобойщиками. Если эти деньги я оставлю себе, то это будет несправедливо, поэтому я потрачу свой час, заработаю деньги, покажу вам, сколько я заработал, и эти деньги я отправлю просто никуда. Не забывайте идти по промокод, пишите мем, потом пункт промокод, указать друга ютубера и вводите ему промокод Кирилл Гейм Капсом, за который вы получите 150 тысяч. Ну, я думаю, вы убедились в том, что видео, как бы, не кликбейт, а всё по-настоящему, поэтому сейчас я вам покажу, какая максимальная скорость у данного автомобиля, если можно это так назвать. Я, пацаны, честно, охренел, реально, я сидел с пацанами в Дискорде, я включил демку, они просто охренели, там была реально очень бурная реакция, и я думаю, у меня тоже сегодня будет бурная реакция. Я даже немножко заговорюсь, потому что, ну, пацаны, это жёстко, реально. Магнум на пятом чипе, пятый чип это максимальный, по-моему, больше нельзя поставить даже с помощью того, что вы основатель. То есть, пятый чип это прям всё, это прям максимум, прям больше вообще никак. И сейчас я вам покажу, как разгоняется эта машина и какая максимальная скорость. Пожалуйста, приготовьтесь просто, успокойтесь, потому что, ну, это просто жесть, реально. Я просто беру, включаю нитро, нажимаю тапку в пол, уже сатенчик есть, сатенчик второй пошёл. И максимальная скорость у данной фуры 250 километров в час. Чтобы вы понимали, BMW M5 F90 едет меньше, чем едет у меня сейчас Magnum. Magnum сейчас едет больше, чем половина машин на Амазинге, чтобы вы понимали. Максималка просто 250. Реально, видео будет максимально интересно, потому что такого никто не снимал. Возможно, кто-то снимал на тестовом серваке, но именно снимать это на серваке, где играют другие игроки, и наличие на Magnum, я думаю, такого точно никто не делал. Поэтому, пожалуйста, давайте наберём на этом видео очень много лайков. Если на этом видео будет очень хорошая активность, там, 2000 просмотров, 300 лайков и много комментариев положительных, то я попрошу Кирилла Литвина ещё раз чип пятый, но уже на какую-то другую машину, которую вы уже выберете сами. Мы проведём голосование, там вы берёте машину, и про эту машину я запишу видео. Поэтому, пацаны, покажите просто максимально хорошую активность. Вот реально, покажите всё, что вы можете. Покажите просто свою мощь. Давайте реально постараемся здесь набрать 300 лайков, а лучше 500 лайков. Просто каждый, кто смотрит это видео, возьмите и поставьте лайк. Первое, что нам нужно сделать, это заехать в банк, точнее в банкомат, и положить все мои деньги. Это 1 миллион 800 тысяч. Сейчас мы эти деньги положим, и начнём уже работать. Я буду работать ровно один час. Я думаю, этого с головой хватит, чтобы понять. Вот давайте просто представим ситуацию, то, что в рулетку добавили пятый чип, и вы поставили этот пятый чип на магнум. И сейчас вы просто узнаете, сколько вы будете зарабатывать, если у вас сотый скилл. Да, если что, у меня, пацаны, сотый скилл. Я вам покажу, скилл мне никто не выдавал, если что. Это мой настоящий скилл, я сам его прокачивал. Поэтому мне выдали только третий чип. Ещё раз большое спасибо, Кирилл Литвин. Реально просто... Просто вообще ничего не спрашивал, просто взял, выдал, и всё. Вот реально просто большое ему спасибо. Так, ленки мы тоже купим, потому что, ну, на дороге всякие бывают. Тем более, когда ездишь 250 на личном магнуме. Так, нам нужно пополнить баланс. 1 миллион 874 тысячи 126. Всё, я все деньги полностью положил на банк. И сейчас, пацаны, мы начинаем работать. Конечно, время не очень подходящее. Кстати, да, из чеченской мафии ушёл, по собственному желанию. Потому что мне не нравится там старший состав. Это личное мнение, поэтому я оттуда ушёл. Всё, пацаны, я устроился для бояшек, потому что я немножко забыл. Но сейчас просто с места попробуем. Вот, допустим, с пацаном мы с места стартуем. И я просто улетел в космос. 250 километров в час. Но это реально, пацаны, сон просто. Я никогда не мечтал, что у меня будет хотя бы на время пятый чип на магнуме. То есть у меня и так магнум, по сути, легендарный. Из-за того, что он у меня уже долгое время. На нём очень большой пробег. И на мой магнуме побывает пятый чип, пацаны. Я считаю, это очень круто. Поэтому большое спасибо ещё раз Кирилл Литвин. За то, что дал такую возможность. Хопа, берём рейсик. Так, давайте засекаем время. Сейчас время 20.17 по МСК. То есть 21.17 по МСК мы должны будем закончить. Наш эксперимент. Нашу работу. Ой, как же я буду кайфовать. Просто по трассе ехать 250, понимаете? И с таким чипом вас даже грабители не догонят. Конечно, надо к нему ещё привыкнуть. Потому что всё-таки 250 км в час не каждый день ты ездишь на магнуме. Поэтому к нему надо немножко привыкнуть. Блин, я так на магнум быстро еду, то что у меня немножко аж подлагивает. Я вам так скажу. У меня 35 FPS. Вот на самом деле, вот эта метка, которая показывает, куда ехать. Она немножко бесит. Потому что она вам закрывает иногда вид на дорогу. То есть вы не увидите то, что там спереди находится. Придётся ориентироваться именно по карте. Мне вот интересно, сколько мы доезжаем просто, понимаете? Из завода, ну прошла минута, мы уже почти доехали до Горелия. Такая махина быстрая. Надеюсь, то что админ меня не забанят. Потому что никто не знает то, что мне выдали пятый чип. Я как бы об этом никому из администрации не говорил. Поэтому надеюсь, то что мне бан не прилетит. Ну если хотя бы они увидят то, что я еду 250. Надеюсь, они хотя бы поинтересуются, каким образом я это делаю. Ну, две минуты, мы уже на мосту Южного. Я не помню, сколько я доезжаю с третьим чипом. Честно, не помню, но мне кажется, это максимально быстро. Но вы сами понимаете то, что пятый чип, я думаю, не будут никогда добавлять на Мазинг. Потому что, ну, это уже будет перебор, когда у тебя фура едет 250 км в час. Ну, понимаете, 250 км. Половина машин на Мазинге столько не едут. Никакой автоваз даже столько не едет. В городе я не буду ехать 200, потому что мы кого-то точно пришибём. Фух, пацаны. Я на самом деле не знаю, что говорить даже. Потому что, ну, я реально не готов был к этому видосу. Хотя я сам это придумал, идею видео. Но я даже не знаю, что говорить, реально. Ну, тут нечего говорить. Тут всё видно просто, понимаете. Что мне тут говорить? Я едет 250 на Магнуме. Что тут вообще говорить? Согласитесь? Тут просто нужно закрыть своё лицо и просто ставить музыку, мне кажется. И всё. И просто катать. Было бы, конечно, неплохо, если бы я это утром снимал. Потому что утром мало людей. Очень много хороших рейсов. Мы можем поехать в Латкарино. Но, хотя, давайте так и сделаем. Давайте просто поедем в Латкарино. Да, я знаю, нам мало заплатят. Но ехать в Арзамас, я думаю, нет никакого смысла. А в Латкарино хотя бы будет хороший рейс, чтобы ехать назад. Тем более, мы сейчас посмотрим, за какое время мы доедем до Латкарино. На таком Магнуме нужно ездить по трассе, пацаны. Не по городу, не в Арзамас. Нужно чисто ездить по трассе. Там, например, порт Южный. Южный порт. Вот так вот надо ездить. Либо Южный Латкарино. То есть, этот Магнум с таким чипом, мне кажется, подходит идеально чисто по трассе ездить. Ну, видите, это прям всё. У меня спидометр даже полностью ложится. Я вам об этом говорил. А когда на третьем чипе, спидометр не полностью ложится. Там ещё остаётся запасы, это процентов 30. А вот с пятым чипом спидометр ложится до конца полностью. Вот за это я вам хотел объяснить в каком-то видосе, по-моему, который был недавно про дальнобойщики. Вот именно за это я вам говорил. То, что спидометр полностью не ложился с третьим чипом. А с пятым чипом, конечно, он полностью ложится прям до конца. Поворот заходим. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да ты шо? Не. Опасно, пацаны. Очень опасно. Очень-очень опасно. Накатался, называется. Накатался просто, блядь. Приехал, блядь. Привет. Привет, Андрей, называется просто. Чувствую, в этой серии мне админы будут частенько помогать. Потому что, ну, сами понимаете. Ну, вы видели. Я ничего бы не сделал. Я ничего бы не сделал, поэтому просто улетел в дерево. Хопа, прицеп. Спасибо, Алюха. От души души нам в душу. И чувствуется то, что он может больше реально. Я не знаю, это может глупо звучит. Но чувствуется то, что Магнум может больше ехать. Ну, чувствует это ограничитель просто. Чувствуется то, что она упирается в ограничители и все. Но при желании, если разработчики немножко помудрят, то я думаю, можно сделать чипа помощнее. Который будет позволять ехать Магнуму еще намного больше. 70 км разница. Магнум с этим чипом едет 180. Наш Магнум с пятым чипом едет 250. Разница 70 км. Чувствуется ли эта разница? Конечно, чувствуется. Реально, очень сильно чувствуется. Но, когда ты едешь 250 на легковой машине, скорость как-то ощущается лучше, чем на Магнуме. На Магнуме кому-то ты соточку, знаете, так спокойно просто едешь и все. А на самом деле ты едешь 250. Все, я успешно взял рейс. Вот сейчас мы точно должны проверить, за сколько мы доедем до Южного. Ага, до Южного. Мы в порте едем. Кирилл, не тупи, пожалуйста. Просто реально, пацаны, вот очень такие позитивные эмоции, которые меня переполняют. Да я понимаю, что это всего лишь игра, это всего лишь пиксели. Но, блин, реально очень прикольно то, что есть такая возможность почувствовать просто всю мощь Магнума. У меня здесь Магнум полностью ФТ, кроме стробоскопов. И у меня сейчас стоит пятый чип. Ну реально, это круто, пацаны. Это реально круто. Я хотел бы каждому дожидать проехаться на этом Магнуме, поработать. Но, к сожалению, это нереально. Но, пацаны, эмоции просто очень классные. Надеюсь, что я смогу вам эти эмоции передать с помощью видео. Просто не тросик включили по Арзамасику. Ра-та-та-та-та просто улетел. Мне вот реально хочется посмотреть реакцию другого дальнобойщика, который будет ехать возле меня, у которого будет, например, третий чип просто. Так, надеюсь, они там порт освободили, чтобы я сейчас заезд не башлял. А, нет, все-таки заезд придется забашлять. А, нет, нормально все. Полиция приехала, во всем разобралась. Нормально все, отлично, отлично. В принципе, то, что Бусаева далеко ехать, нам никакой проблемы не составляет. Потому что, ну, 250 клиндров, пацаны, ну, куда? Какие проблемы просто? Мы про проблемы вообще знать не можем. Все, включаем максималочку. Все, улетел. Просто дал-дал-ушел. Вот эта песня максимально подходит к нашей ситуации. Дадал-ушел и все. И тебя нет. Ой-ой-ой, в повороты, конечно, страшно заходить. Реально страшно заходить, потому что ты вроде поворачиваешь, а Магнум не поворачивает на такой скорости. Я не знаю, я, скорее всего, не буду полностью все рейсы снимать, чтобы видос не был там на час. Ну, типа, смысл мне вам показывать каждый рейс. Я просто вам показал пару рейсов, я думаю, это схватит с головой. И потом в конце просто покажу окончательный результат. Он хочет меня обогнать. Окей, братан, хорошо, хорошо. Ты хочешь меня обогнать, да? Хорошо, братанчик, до свидания. Просто, понимаете, Лексус только что унизил. Просто Лексус на Магнуме обогнал. Это нормально? Я думаю, он немножко был в шоке, да? Чуть-чуть совсем. Он пытался что-то меня там подрезать, а я такой, хопа, и до свидания просто. Я на Мальдивы поехал, да? Ну что ж, вот и прошел ровно час. Получается, я поработал на Магнуме Stage 5. Заработал я немного, 556 тысяч. Я не знаю, почему так, потому что, ну, с Магнумом третьем чипе я зарабатываю так же, даже больше. А здесь я заработал всего лишь 500 тысяч на Магнуме с пятым чипом, который едет намного быстрее. Поэтому, я не знаю, в чем прикол. Скорейшивает из-за того, что иногда попадались рейсы, там, 20-го, 10-го скилла. И плюс еще я часто терял прицеп из-за того, что на большой скорости заходил в поворот. Поэтому, вот, как-то так, деньги сейчас все дропну. Как я и говорил, потому что, как бы, деньги эти я, можно сказать, неправильно заработал, потому что у меня есть преимущество. Так, это дроп команда, по-моему, да? 556, 170, да? Да, все, мы эти деньги жертвуем. Все, отлично. Давайте я теперь покажу, как он дрифтит, напоследок. Вот, в принципе, так вот умеет он раздавать боком. Но это очень опасно. И очень страшно на такой скорости раздавать боком на Магнуме. Когда-то видели, что Магнум дрифтил? Вот теперь вы видели, как Магнум дрифтит. Это очень прикольно, но очень опасно. Тем более, у меня ремок нету. Поэтому это очень опасно. Но, в целом, я доволен. Я попробовал, я почувствовал, что такое пятый чип. На третьем чипе тоже, я вам скажу, хорошо работает. Конечно, разница большая, 70 километров. Но, понятное дело, что добавлять пятый чип на Магнум, ну, это будет реально перебор. Потому что, ну, представьте, там, около 10 Магнумов будет ездить с пятым чипом. 250 по дорогам общего пользования. Но, мне кажется, это жестко будет. Если бы один Магнум был с таким чипом, это было бы нормально. А вот, если много будет таких Магнумов, то это уже будет реально перебор. Поэтому, вот как-то так. Давайте еще раз покажу, как он дрифтит. Ну, пацаны, дрифтить нам, конечно, сложно. Это вам не на МАК-2 дрифтить, либо на Жигуле. Потому что, ну, это тяжелая машина. Если ее понесло в одну сторону, то ее понесет в эту сторону. И будет просто жопа. Ну, а так, в целом, дрифтить на нем можно. Но надо осторожно. Вот так вот бачком просто заходим. Напоследок. И все, пацаны. На этом я буду заканчивать видео. Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Хочу в конце видоса передать привет моим друзьям. Это Коля Гроссман, Денис Гроссман, Джон Смит, Глебчик Адигамов, Аввуст Адигамов, Максим Адигамов. Короче, всем пацанам, перерыв большой привет. Поэтому, вот как-то так. Потому что они просили, просили, передай привет. Вот я им передал. Поэтому, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Если здесь будет очень хорошая активность, то я запишу еще подобное видео, но уже другой машиной. Все, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok